Русские новости 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 И глагола же ему жена самарянина. Так вот и жидовинцы. Слово «жидовин» является нормой русского языка? Является. См. Святой Евангелие. Опять из Иоанна. Глава 6 стих 4. Беже близ Пасха праздник жидовский. Есть еврейская Пасха праздник жидовский. Мы вправе употреблять именно этот термин. Потому что мы говорим на русском языке. И Святой Евангелие написано на церковнославянском, то есть на русском языке. Можно рассматривать это слово как архаизм в данном случае. Но это вполне литературное слово. Опять Евангелие от Иоанна. Глава 11 стих 36. Глаголиха уба жидови. Жидови. Жидови, то есть жиды. Жиды. Совершенно спокойно. Вот я цитирую у меня в руках книга. Параллельно современный русский язык и церковнославянский. Эта книга обязательно, обязательно для всех священников. Они читают на церковнославянском языке. А нам, ну в меру нашей малообразованности, дается перевод. В этом переводе вот слово жиды, жидовские отсутствует. Или там жидови пишут иудеи. Значит, в понимании переводчиков, причем уже давнишних у меня, вот в руках репринт 1914 года. Но ровно тот же самый текст находится и в современных изданиях. Недавно мне один из единомышленников подарил точно такое же святое Евангелие, только современное. Современного издания, где тоже параллельно церковнославянский и современный русский текст. Там ничего не меняется. Священный текст, а мы из священного текста, поскольку русское мировоззрение замешано именно на православной вере, на православном вероучении. А это Новый Завет. Новый Завет вообще является, можно сказать, фундаментом русского мировоззрения. Соответственно, если мы выражаем какие-то смыслы нашего бытия, мы пользуемся тем языком, который нам дан от Бога. Если какой-либо судья, или какой-либо следователь, или какой-нибудь бездарный и необразованный эксперт что-то там нам пишут и говорят, что это слово кого-то оскорбляет, Это надо смотреть, кого оно оскорбляет, в каком контексте. И если вы в контексте чего-то не находите, значит и не надо выдумывать какого-то экстремизма, какого-то оскорбления, возбуждения розни какой-то. Вот есть это возбуждение розни или нет, назвать же даже дом. Нет, такого нет. Наша традиция этого не предполагает. Дальше беру Тургенев, собрание сочинений, четвертый том, издано в Москве в 1980 году, издательство «Наука». Открываем страницу 108 и смотрим. Специально покажу, это рассказ. И у него поближе покажу. Видите, какое название? Жив. Да, Жит. И смотрим теперь в комментарии, то есть это, что это вот как-то случайно, это какой-то Тургенев что-то такое случайное написал. 577-я страница, комментарии. Тургенев написал рассказ о Жиде, который торговал своей дочерью, подкладывал ее под офицеров и вымогал деньги. Вот, и это не просто сочинение, это сочинение, которое отмечено переводами. Вот здесь в комментариях говорится, во-первых, о многочисленных переизданиях этого сочинения. Мы смотрим издания 1847 года, 1856 года, 60-го, 65-го, 68-го, 74-го, 80-го, то есть издавалось постоянно это произведение. Кроме того, здесь говорится о переводе на французский язык. Перевод Жида был осуществлен в 1869 году. Мериме упоминает о нем в письме, есть ссылки. Тен сравнивает Тургенева с Эллиот, отдавая предпочтение русскому романисту. И приводит в перечне его блестящие стилистики, в том числе и рассказ Жид. Я читаю это в комментариях. В 70-х годах 19-го века появились три чешских перевода. Перевод на венгерский язык. То есть европейцы переводили это сочинение. И это уже явление не только русской литературной нормы, но и общеевропейской. В данном случае нет никаких сомнений, что под словом Жид понимался еврей, еврей, который ведет себя вот таким образом, как описано в этом рассказе. Это с точки зрения нашей современной этики, да и этики 19-го века, абсолютно грязное, отвратительное поведение. Еврея, которого называют Жидом. Никакого оскорбления, скажем, всех евреев в целом, или тех, кого Тургенев называет Жидом, разумеется, нет. Разумеется, нет. Но есть русская литературная норма, которая превращает еврея в Жида, а может быть и не только еврея, именно в связи с тем, что вот этот литературный персонаж, а естественно под литературным персонажем понимаются и какие-то реально существующие люди, какие-то прототипы, переступает этические нормы. Возьмем Пушкина «Наше все». Вот берем Александр Сергеевич Пушкин. В любом собрании сочинений вы найдете сочинение «Скупой рыцарь». И в нем, пожалуйста, вот вам сцена, вы думаете, как называет богатого еврея Пушкин? Конечно, он называет его Жидом. Почему? А вот потому, что он тоже переступает этические нормы. Ну, тут диалог. Диалог. «Заклад, а где мне взять заклада, дьявол?» Говорит Альберт. Иван, я сказывал, Альберт, что ж он? Это по отношению к Соломону. Что ж говорит бездельник Соломон? Кряхтит да жмется. Ты б ему сказал, что мой отец богатый сам, как Жид. Что рано или поздно всему наследую. Иван, я говорил. Что ж, Иван, жмется и кряхтит. Альберт, какое горе, Иван. Он сам хотел прийти, Альберт. Ну, слава богу, без выкупа, не выпущу его. Стучат в дверь. Кто там? Входит Жид. Это написано Пушкиным. Жид. Именно так написано. Слуга ваш низкий, Альберт. А, приятель, проклятый Жид, почтенный Соломон. Насмешка такая еще, да? Пожалуй-ка сюда. Так ты, я слышу, не веришь в долг? Жид. Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы, права не могу. Где денег взять? Весь разорился я. Все, рыцарем усердно помогаю. Никто не платит. Вас хотел просить. Не можете ли что-нибудь отдать? Альберт. Разбойник. Да если бы у меня водились деньги, с тобой устал бы я возиться. Полно. Не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне сотню, пока тебя не обыскали. Жид. Сотню? Когда бы имел я сто червонцев? Альберт. Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать? Жид. Клянусь вам, Альберт. Полно, полно. Ты требуешь заклад? Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда бы я мог что заложить? Давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Собаку он называет, жида. Жид. Ваше слово, пока вы живы, много-много, значит, все сундуки фламандских богачей, как талисмана, но вам открывает. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а меж тем умрете, Боже, сохрани, тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море. Альберт. Уже отец меня переживет? Жид. Как знать, дни наши сочтены не нами. Свел юноша вечер, а нынче убер. И вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, бог даст лет 10, 20, 25 и 30 проживет. Альберт. Ты врешь, еврей. Да через 30 лет мне стукнет 50. Тогда и деньги на что мне пригодятся? Жид. Деньги. Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны, но юноша в них ищет слуг проворных и не жалея шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. Альберт. О, мой отец, ни слуг и ни друзей в них видит, а господ и сам им служит. И как же служит, как калжирский раб, как пес цепной в нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки. Всю ночь не спит, все бегает да лает. А золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи, когда-нибудь оно послужит мне. Лежать забудет. Жид. Да на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорее наследство. Альберт. Амин. Жид. А можно... Альберт. Что? Жид. Так думал я, что средство такое есть. Альберт. Какое средство? Жид. Так есть у меня знакомый старичок, еврей, аптекарь, бедный. Альберт. Расставщик такой же, как ты, или почестнее? То есть вот здесь уже понятно, почему еврей называется жидом. Потому что он расставщик. Потому что он расставщик. И другие евреи, возможно, тоже расставщики. Вот подозревает Альберт и аптекаря, что он такой же расставщик. Неважно, какая профессия, главное, что расставщик. Жид. Нет рыцарь, то и торг ведет иной. Он составляет капли. Право чудно, как действуют они, Альберт. А что мне в них, жид? В стакан воды подлить трех капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без рези в животе, без тошноты, без боли умирает. Альберт. Твой старичок торгует ядом. Жид. Да, и ядом. Альберт. Что ж, взаймы на место денег ты мне предложишь склянок 200 яду? За склянку по червонцу, так что ли? То есть, Альберт как будто не понимает, о чем ему намекает жид. Жид. Смеяться вам угодно надо мною? Нет, я хотел, быть может вы, я думал, что уж ворону время умереть. Альберт. Как? Отравить отца, и смел ты сыну. Иван, держи его. И смел ты мне, да знаешь ли, жидовская душа, собака-змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу. Жид. Виноват, простите, я шутил. Альберт. Иван, веревку. Жид. Я, я шутил, я деньги вам принес. Вон пес. Жид уходит. Вот сцена, где Пушкин совершенно спокойно называет жида жидом. И по-другому он не может назвать. Да, есть слово еврей, и есть слово жид. Еврей превращается в жида. Вот в данном конкретном случае. Переступание через моральный барьер. Предложение убить, отравить отца. Как еще называть этого персонажа? Пушкин называет его жид. Есть еще у нас обширнейшая литература, где слово жид используется. Это собрание сочинений Достоевского. Достоевский считается вообще известным антисемитом, но почему-то это мировой величины писатель. И почему-то его как-то не редактировали ни в 19, ни в 20 веке, ни в 21 веке. Выпускают в том виде, в котором он и писал свои сочинения. Смотрим. Преступление и наказание. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разной подробности. Славная она, говорит он. У ней всегда можно денег достать. Богато как жид. Может сразу пять тысяч выдать. И рублевым закладом не брезгивает. Наших много у нее перебывало. Только стерва ужасная. Тоже моральная норма и богато как жид. То есть богатство и безнравственность. Разумихин, вот тут говорит один из персонажей. А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он вошел завитой парикмахер. Не потому, что он свой ум спешил вставлять. А потому, что он соглядатый и спекулянт. Потому, что он жид и фигляр. И это видно. Свидригалилов. Народ пьянствует. Молодежь, образованная от бездействия, перегорает в несбыточных снах и грезах. Уродуются в теориях. Откуда-то жиды наехали. Прячут деньги. И все остальное развратничает. Писаришки, поссорившись с каким-нибудь другим писаришками, затеяли было драку. Свидригалов выбран ими судьей. Он судил их уже с четверть часа. Но они так кричали, что не было ни малейшей возможности что-нибудь разобрать. Вернее всего, было то, что один из них что-то украл. Или даже успел тут же продать какому-то подвернувшегося жиду. Но продав, не захотел поделиться со своим товарищем. Ну понятно, здесь опять используется слово «жид» в уничижительном плане. Но отнюдь не в распространенном на всех евреев вообще. Или на всех людей вообще. На всех людей вообще может быть. Все прожидовились. Можно и такой оборот допустить. Да вполне, вполне такие обороты допускаются в сочинениях нашего великого русского писателя Достоевского. В бесах смотрим. Какие-то лямшины, телятниковы, помещики Тететниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно-нонадменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, наезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазанных сапогах майора и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовы тотчас же снять шпагу или узныть в писаря на железную дорогу и так далее. То есть вот в этом потоке омерзительных персонажей, которых видит как бесов, это же бесы самые настоящие, их Достоевский видит и среди них начинает замечать неких надменно улыбающихся жидишек. И это слово «жидишки» у него используется неоднократно. И фигура жидка Лямшина появляется у Достоевского постоянно. Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жидок Лямшин. Если уж становилось скучно, то жидок Лямшин, маленький почтамский чиновник, мастер на фортепиано, садился играть и в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и прочее, для того только и приглашался. Если уж очень подпевали, а это случалось, хотя и не часто, то приходили в восторг и даже раз хором под аккомпанемент Лямшина пропели Марсельезу, только не знаю, хорошо ли вышло. Этот негодяй, который несколько лет вертелся перед Степаном Трофимовичем, представляя на его вечеринках по востребованию разных жидков, исповедь глухой бабы или рода ребенка, а теперь уморительно карикатурил иногда у Юлии Михайловны, между прочим, и самого Степана Тимофеевича под названием «Либерал сороковых годов». Все покатывались со смеху. Но вот такой скоморох, вот этот жидок, и по востребованию разных жидков представлял, как пишет Достоевский. Я не знаю, заговорил бы об этом мерзавце особливо, и не стоило бы он, чтобы на нем останавливаться, но тут произошла одна возмутительная история, в которую он, как уверяют, уже участвовал, а историю этой я никак не могу обойти в своей хронике. Но это история об осквернении православной иконы, куда живую мышь бросили. Положительно известно теперь 4 месяца спустя, что преступление совершено было каторжным Федькой, но почему-то прибавляет тут же участие Лямшина. Но поэтому он и жидок, а не просто непочтенный Соломон, а именно проклятый жид, как у Пушкина написано. Присутствие разного рода миниал, торгашей, старьёвщиков, вот на это обращает внимание Достоевский, и вот его строки. Многие из среднего класса, как казалось потом, заложили к этому дню всё, даже семейное бельё, даже простыни и чуть ли не тюфяки нашим жидам, которые, как нарочно, вот уже два года, ужасно много укрепились в нашем городе и наезжают чем дальше, тем больше. Вот конкретный факт. Лямшин продал шатовый револьвер, и тот пытается вернуть его с уступкой, но тот и половину цены не возвращает. «У тебя всегда деньги есть, и я тебе сбавил 10 рублей, но ты известный жидёнок!» Это так говорит один из персонажей Достоевского. Братья Карамазовы. Фёдор Павлович, справа и в срок 4-летнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет 8. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молодую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу с каким-то жидком в компании. Это что, экстремизм? Господа, судьи и всякого рода подлые эксперты. Это экстремизм, да? Вот он с каким-то жидком заехал. Уже вот какое-то оскорбление, да? Такой виртуальной группы, которая никогда не существовала, евреи и иудеи, да? Или евреи и жиды, может быть, так прямо и написать. Мы оскорбляем эту группу, когда читаем Достоевского. Я такой вопрос задаю. К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время перед тем жил, не в нашем городе, года 3-4 по смерти своей жены. Он отправился на юг России и под конец учился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами. А окончил тем, что под конец даже не только у жидов, но и у евреев был принят. Есть некая разница. Не только у жидов, но и у евреев. Евреи это какой-то уже, видимо, более какая-то высокая категория в той иерархии, которая просматривается в этом фрагменте. Вот Митя беседует с братом Алешей по поводу возможной журналистской карьеры, предназначенной ему, или предложенной братом Иваном. Конец карьеры моей по толкованию твоего братца в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот под руководством какого-нибудь жидишки до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге. После основательного подпития Митя говорит «Не стану, жидая, души тянуть». О чем это он? Ну, оставим это в качестве домашнего задания для тех, кто будет разбирать. Есть в этом какое-то оскорбление? Нет? Есть какой-то экстремизм? Вот обсуждают фигуру Грушеньки. Знали ее, что молодая особа, особенно в последний год, пустилась в то, что называется гешефтом. И что с этой стороны она оказалась с чрезвычайными способностями, так что под конец многие прозвали ее «сущей жидовкой». Мы понимаем гешефт, жидовка и вот некие способности к тому, чтобы, ну, видимо, оперировать с какими-то денежными средствами. И дальше смотрим. Не то, чтобы она давала деньги в рост. Ну, то есть для жидовки положено давать деньги в рост. Ну, известно было, например, что в компании с Федором Павловичем Карамазовым она некоторое время действительно занималась скупкой векселей за бесценок по гривеннику за рубль. А потом приобретала на иных из этих векселей и по рублю за гривенник. Ну, то есть здесь финансовая махинация, очевидно, налицо. Митя традиционно буйствует. Стой, Трифон Борисович, стой, душа, сам решу, теперь отвечай, и самое главное, нет цыган. Цыган теперь вовсе не слышно. Дмитрий Федорович согнано начальство. А вот жиды здесь есть, на цимбалах играют, и на скрипках, и в рождественской, и как можно было бы за ними хоши. И теперь послать прибудут. Послать непременно послать. А девок можно поднять, как тогда, Марию особенности по ниду, и так далее. 200 рублей за хор. Ну, вот так буйствует Митя в подпитии, один из персонажей романа Достоевского. Хозяин принес нераспечатанную колоду карты, объявил Мите, что уже собираются девки, жидки с цимбалами прибудут, тоже, вероятно, скоро. Жидки со скрипками и цитрами тоже прибыли. И, наконец-то, прибыл столь ожидаемый ввоз на тройке, свинами и припасами. То есть, есть еще вот такая категория, которую называют. Вот кто это? О ком, интересно, пишет Достоевский? И о ком говорят его персонажи? Жиды здесь есть, жиды с цимбалами придут, жидки со скрипками и цитрами прибыли. О ком это он говорит? Он кого-то оскорбляет, то есть, возбуждает рознь. Наверное, рознь-то уже есть. Просто есть здравое отношение к тому, что человеческие отношения таковы, что одних называют евреями, других называют жидами, а третьих, может быть, называют иудеями. Это вовсе не связано со стремлением кого-то оскорбить, кого-то принизить и так далее. Но мы еще к этому вопросу вернемся. Есть и более жесткие тексты, которые мы тоже считаем частью русской литературы, частью нашей жизни. Вот Митя на суде выступает. Хотел предложить поличишке на завтра не деньги, а формальный акт на права по имению в Чермашне. Помилуйте, да тут не только две, тут четыре, тут шесть даже тысяч. Он мог бы на этом тяпнуть. Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, поличишков да жидков, и не то, что три тысячи, а всю бы Чермашню от старика оттягали. Тоже какие-то вот жидки фигурируют. Кто это такие? Кто это такие граждане и судьи? Лиза заигрывает с Алешей. Алеша, правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут? Алеша, между делом монах, не знаю. Я читала про какой-то где-то суд, что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих руках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял. А потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро. Говорит, стонал, все стонал, а тот стоял на него, любовался. Ну и там психологический такой момент вокруг этого эпизода, придуманного или реального, не знаю, и в конце. Знаете, я, прожидая этого, как прочитала, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет. Ведь четырехлетние мальчики понимают. А у меня все это мысль про компот не отстает. Ну все она вот, что компоту бы испила, глядя на такого рода мучения. Дневники писателя широко употребляются, публикуются, и сейчас публикуются, и в собраниях сочинений публикуются. Многократно пишет вот это слово в разных вариациях, в разных контекстах. Достоевский употребляет падение нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой. Все это несомненные факты, и все растет и растет. О картине Маковского любителей соловьиного пения. Ну что ж, спрашивается, поймет в этой картине немец или венский жид? Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах. Ну что, это возбуждение розни или нет? Ну скажите, что Достоевский возбуждает рознь. Давайте запретим Пушкина, Тургенева, Достоевского. Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции, вот это самое главное, и в довершение дешевку и жида. Народ закутил и запил, сначала с радости, а потом по привычке. Ну и далее. Настоящие правильные капиталы возникают в стране не иначе, как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее. Иначе могут образовываться лишь капиталы кулаков и жидов. Про кого, говорит Достоевский? Ну уж какой-то элемент этничности, конечно, есть. Потому что все-таки про жидов говорят, имея в виду определенный сорт евреев, которые как раз и занимаются не трудовым, не созданием не трудового капитала, а вот капитал кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится, а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь целиком в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов. И уж тут никакая община его не спасет. Будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общины, а жиды и кулаки будут выплачивать за них в бюджет. Вот что-то такое, кажется, уже произошло в наше время. Вот что-то мне тут напоминает. явятся мелкие, подлинные, развратнейшие, буржуа, бесконечное множество закабаленных им нищих рабов. Вот картина. Жидкие будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная и, слава богу, что это только лишь сон. Но сон стал явью у нас в современной России. А вранье Достоевский пишет «Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бедствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Но неужели вы и вправду укажете мне на эту толпу бросившихся на Россию восторжествовавших жидов и жидишек, восторжествовавших и восторженных, потому что появились теперь даже и восторженные жиды иудейского и православного вероисповедания». Вот уж мы теперь точно можем сказать, что никакого отношения к вероисповеданию слова жиды не имеет. По крайней мере у Достоевского жиды могут быть как иудейского, так и православного вероисповедания. Вон жиды становятся помещиками. Это уже другое обогащение. Вон повсебесно кричат и пишут, что они умерщвляют почву в России, что жидцы, затратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капиталы, проценты, иссушают все силы и средства купленной земли и так далее. Но какая же тут равноправность, если тут явный талмудический статус, инстату, государство в государстве. Что мы видим, тогда это был предмет обсуждения, Достоевский комментировал газеты, которые читал, какие-то факты, которые становились ему известными, а сейчас это ничего, невозможно сказать, потому что как только ты говоришь талмудный, правильно здесь было прочитать так, талмудный статус ин стату, и говоришь, что жиды становятся помещиками, то ты что получается экстремист, то есть если ты обсуждаешь сложившуюся ситуацию в стране, используя язык Достоевского, Пушкина, Тургенева, то ты экстремист, что ли? С какой стати вот эти все проходимцы, называющиеся лингвистами, филологами, решили, что это так, а из какой стати судьи, видимо никогда не читавшие русской литературы, решили им поверить, это что-то где-то закреплено в законе, ну и так далее, я могу приводить еще десятки примеров, я думаю, что в письменном виде я про это более подробно напишу, уже с анализом, с какими-то ссылками, много у Достоевского в дневнике писателя слов с корнем жит, и самые разнообразные контексты здесь вводятся, и если вы не знаете контексту, то, конечно, вы ничего не поймете, то, о чем, собственно, пишет Достоевский, возбуждает ли он рознь, или он видит эту рознь, или он видит уничтожение России, и называет уничтожителей соответствующим словом, разве это выход за нормы русского языка, да нет, конечно, вот берем из сочинений Достоевского, Достоевский, 30-й том, книга первая, академическое издание, вышла она в издательстве «Наука», в 1988 году, письма Достоевского, они опубликованы, опубликованы, то есть, являются публичными, вот он отвечает на письмо некого Грищенко, который к нему обратился, да, многие не верят теперь литературе, то есть, ее искренности, и ожидают чего-то нового, от этого не примечают ничего, и вот, вы жалуетесь на жидов Черниговской губернии, а у нас здесь в литературе уже множество изданий, газет и журналов издается на жидовские деньги жидами, которые прибывают в литературу все больше и больше, дальше мы еще процитируем Куприна, он тоже об этом пишет, и только редакторы нанятые жидами подписывают газету или журнал русскими именами, вот и все в них русского, я думаю, что это только еще начало, но что жиды захватят гораздо больше круг действий в литературе, а уже до жизни, до явления текущей действительности я не касаюсь, жид распространяется с ужасающей быстротою, а ведь жид и его кагал это все равно, что заговор против русских, эти экстремизм, да, жиды, заговор против русских и так далее, и дальше, ниже тут заступаются они за жидов, во-первых, потому, что когда-то в 18 столетии это было и ново, и либерально, и потребно, какое им дело, что теперь жид торжествует и гнетет русского, для них все еще русский гнетет жида, а главное тут вера, что из ненависти к христианству они так полюбили жида, и заметьте, жид тут у них не нация, защищают они его, потому только, что в других к жиду подозревают национальное отвращение и ненависть, следовательно, карают других как нацию, вот это стопроцентно то, что относится к судам нашим, ну не нашим, их судам оккупационного режима, вот именно они карают других как нацию, нас русских, они карают за предполагаемое отвращение и ненависть к жидам и уничтожают нас как нацию, так где экстремизм-то? Экстремизм в действиях судов, в писаниях этих экспертов, я фамилии потом в отдельной передаче перечислю и проанализирую, что они там пишут, ну вот сейчас мы смотрим за русской литературной нормой, за русской мыслью, которая использует слова с корнем жид, далее вот письмо 1878 год, кстати, убедятся они наконец, сколько в этой нигилятине орудует по моему наблюдению жидков, а может и поляков, сколько разных жидков было еще на Казанской площади, затем жидки по одесской истории, Одесса, город жидов оказывается центром нашего вопиющего социализма, в Европе тоже явление, жиды страшно участвуют в социализме, а уже о лосалях Карлах Марксах и не говорю, и понятно, жиду весь выигрыш от всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то он статус ин стату государства в государстве составляет свою общину, которая никогда не потрясется и лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды. Это письма, письма опубликованные, то есть, конечно, это были частные мнения, то есть, при жизни они не публиковались, но затем публиковались. Жиды меньше меня беспокоят, но кажется, я, наверное, переселюсь наверх в другую квартиру, он о конкретных людях говорит, о конкретных людях, то есть, встречается с конкретными типажами, которые потом обобщенные называются жиды, вот не конкретно лица, с которыми сталкивается Достоевский, а уже обобщенно речь идет о определенной человеческой категории. это текст из письма Куприна Батюшкову 8 марта 1909 года. Конечно, это надо читать целиком, может быть, это будет несколько длинно, но текст очень интересный. Текст опубликован, хранится в отделе рукописи Института русского языка в Пушкинском доме. Вот ссылка у меня есть, опубликован он в сети, многократно, как я понимаю, видел это, наверняка есть собрание к сочинению, у меня, к сожалению, нет собрания к сочинению Куприна, наверняка есть письмо Куприна Батюшкову. И вот Куприн пишет «Все мы лучшие люди России, себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте, давно уже бежим под хлыстом еврейского голдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многоковой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это на вас сто раз, ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании, на ушко, а вслух сказать никогда не решаемся. Можно иносказательно обругать царя и даже бога, а попробуйте к евреям. Мы еще более, наверное, жестокой обстановке живем. Тогда это просто был виск, а теперь зовут полицая, зовут судью и человека сажают в тюрьму. Как это понять? Это надо понять как репрессии против русского человека, который говорит на русском языке и мыслит о своих проблемах, которые, как вот считает Куприн или как считает Достоевский, созданы, созданы, может быть, не всеми евреями, но определенной частью еврейства, которое вот визжит и превращается в жидов. А во что они еще превращаются, переступая нравственную норму? Мы переходим от одного термина к другому, чтобы не задевать как раз всех подряд, а чтобы конкретно говорить, вот есть прожидовленные русские, есть прожидовленные представители других национальностей и прожидовленные евреи. Что поделать? Нравственная деградация касается всех. Ну, в данном случае речь идет о вполне конкретной этнической группе, в которой вот это нравственное перерождение происходило чрезвычайно активно. Но надо сказать, что Куприн вовсе не был русским консерватором, не был каким-то там ретроградом или мракобесом, поклонником режима. Нет, он человек был весьма таких, я бы сказал, либеральных взглядов. И вот он пишет об этом. «Ого, какой вопль и виск поднимется среди фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей, ибо, как сказал один очень недурный билетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет Божий с предначерданной миссией быть русским писателем». Такая ирония. «Я помню, что ты в Даниловском возмущался, когда я дразнясь, звал евреев жидами». То есть, ну, еще такая вот ирония. «Я знаю также, что ты самый корректный, нежный, правдивый и щедрый человек во всем мире. Ты всегда далек от мотивов боязни или рекламы или сделки. Ты защищал их интересы и не годовал совершенно искренне. И уж если ты рассердился на эту банду литературной сволочи», то есть, вот он говорил про тех русских писателей, которые, суть, есть евреи, вовсе не русские. Стало быть, охалпели от наглости. Охалпели от наглости, ну, не очень понимаю, к кому это относится, к евреям или к самому себе относят, к упринете слова. Неважно. И так же, как и ты, я и я думают, но не смеют об этом сказать сотни людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, кто распинается за еврейские интересы, ставя их куда выше, народных, мужичьих, и они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам шепотом, ей Богу надоело возиться с их болячками. Вот три честнейших человека, Короленко, Водовозов и Орданский. Короленко русский писатель, Водовозов это псевдоним еврейского писателя, и Орданский, Понятно, что это тоже не псевдоним, литературный псевдоним какого-то еврейского писателя, русскоязычного, разумеется. Скажи им о том, что я сейчас пишу, скажи даже в самой смягченной форме. Конечно, они не согласятся и обо мне уронят несколько презрительных слов, как о бывшем офицере, о человеке без широкого образования, о пьянице, но в лучшем случае как об инфант терибль, то есть ужасного ребенка. Но в душе им еврей более чуж, чем японец, чем негр, чем говорящая сознательная, прогрессивнейшая, партийная, представь себе такую собака. Целое племя из 10 тысяч человек каких-то айнов или геликов или араченов где-то на крайнем севере перерезали себе глотки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком пустяке думать, когда у Хайки Мильман в Луцке выпустили пух из перины? А ведь чего-нибудь достоит та последовательность, с которой их били и бьют во все времена, начиная от времени египетских фараонов. Где-нибудь в плодородной Самарской губернии жрут глину лебедух и это из года в год. Но мы русские писатели, то есть ты, я, Пашихонов, Водовозов, Гальперин, Шполянский, Городецкий, Шайкевич и Кулаков испускаем вопли о том, что ограничен прием учеников зубоврачебных школ. У Башкир украли миллион десятин земли. Прелестный Крым обратился в один сплошной лупанарий, то есть в публичный дом. Разорили хищнически древнюю земельную культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают по-хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу как государство, строили бойню на Дальнем Востоке и вот ей Богу по всему поводу океана зла, несправедливости, насилия и скорби было выпущено гораздо меньше воплей, чем при инциденте Чириков Шалом Аш, выражаясь от того, что и слону и клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет. Здесь мы видим как раз и выражение некого такого либеральничания, то есть предъявляются претензии непонятно кому, к России или к русским, кому предъявляют претензии, что разорили культуру Кавказа, европейскую Финляндию обуздывают, но это к власти, конечно, к власти, но при этом оставаясь либералом и даже наверное политическим противником русского самодержавия Куприн не приемлет вот такого распределения, что клоп больше воняет, поэтому ему больше внимания. Мы русские так уж созданы нашим русским богом, что умеем болеть чужой болью как своей, сострадаем Польше, отдаем за нее свою жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за Болгарию или идем волонтерами к Гарибальде и пойдем, если будет случай, к восставшим островным дикарям. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренне бросить свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы. И не от того ли нашей русской революции так боится свободная конституционная Европа с жаресом и бебелем с немецкими и французскими буржуа во главе. И пусть это будет так, тверже, чем в мой завтрашний день верю в великое мировое загадочное предначертание моей страны и в числе ее милых, глупых, грубых, святых и цельных черт, горячо люблю ее безграничную христианскую душу. Вот здесь русофильство как раз проявляется и проявляется вот эта, я бы сказал, расколотость в сознании Куприна. Любовь и нелюбовь в одной и той же душе. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот. Вот что важно. И чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, я тебе приведу 39 пунктов. Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал, извините, побежал в угол мастерской и стал, извините, ссать на обои. И когда его клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно объяснил, ничего, все равно завтра переезжаем. Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид с его грядущим сионом, за которым он всегда бежал и бежит и будет бежать, как голодная кляча за клочком сена, повешенным впереди ее оглобель. Заметим, что здесь говорится уже не про еврея, а про жида, который стремится в грядущий сион. Пусть свободомыслящий Юшкевич, Шалом Аш, Свирский и даже Васька Рапопорт не говорят мне с кривой усмешкой об этом стихийном стремлении как о детском бреде. Этот бред им, рожденным от еврейки, еврея, присущ так же, как завирайки, охотничье чутье и звероловная страсть. Этот бред сказывается и в скорбных глазах, и в неискренимом рыдающем акценте, и в плачущих завываниях на конце фраз и в тысячах внешних мелочей, но главное в их поразительной верности религии, а отсюда стало быть по свойствам этой религии и в гордой отчужденности от всех других народов. Здесь уже четко мы видим и этническую, и религиозную идентичность, которая приписывается или присваивается Куприным тем, кого он называет жидами. Правильно ли это или неправильно? Это русская литература, это русская словесность, это проблемы, с которыми русские сталкиваются и вправе их обсуждать на языке Пушкина, Достоевского, Тургенева и Куприна. Заблуждаются русские или не заблуждаются, это право говорить на своем языке. Корневые волокна дерева вовсе не похожи на его цветы, а цветы на плоды, но все они одно и то же, и если внимательно пожевать корешок и заболонь, и цветок, и плод, и косточку, то найдешь у них общий вкус. И если мы примем Мишуреса, это все дальше идут такие имена еврейские фамилии, образованные от разных вещей, Мишуреса из Проскурова, это коридорный слуга Мишурес, Балагуду из Шклова сводника из Одессы, Фактора, посредника комиссионера, из Меджибожи, Цадика из Крыжополя, Ходеса, из Фастова, Бакаляра, Шмуклера, все еврейские фамилии, контрабандиста и так далее, за корни, а Волынского с Дымовым и Сашгенази, это уже фамилии реальные, за цветы, а Юшкевича с Дымовым за плоды, их творение за семена, то во всем этом растении мы найдем один вкус еврейскую душу и один сок еврейскую кровь. А кровь это нечто совсем особенное, как сказал Гёте, у всех народов мира кровь смешанная и отливает пестротой. Ну это он соврал, конечно. У одних евреев кровь, ну это уже дальше ирония идет, у одних евреев кровь чистая, голубая, пять тысяч лет храненная, в беспримерной герметической закупорке, но зато ведь в течение этих пяти тысяч лет каждый шаг каждого еврея был направлен, сдержан, благословлен и одохотворен одной религией от рождения до смерти, в еде, питье, спанье, любви, ненависти, горе и веселье. Ну тут тоже завирается, Куприн, конечно, нет никаких пяти тысяч лет и то, что та религия, эта религия как-то совпадает, это не так, это не так. Пример единственный и может быть самый величественный во всей мировой истории, но именно поэтому-то душа Шалома Аша и Волынского, и душа Гайсинского, Меламеда мне более чужда, чем душа башкира, финна или даже японца. Религия же еврея и в молитвах, и в песнях, и в сладком шепоте матери над колыбелью, и в приветствиях, и в обрядах говорит об одном и том же каждому еврею, и бедному еврейскому извозчику, и саронскому цветку еврейского гения Волынскому. Пусть в Волынском и в Балагуде ее слова отражаются несколько по-разному. Балагуда. Еврейский народ, избранный божий народ, ни с кем не должен смешиваться. Волынский аж. Еврейский народ самый талантливый, с самой аристократической кровью. Балагуда. Но Бог разгневался на него за его грехи и послал ему испытания в среде иноплеменных. Волынский аж. Исторические условия лишили его государственности и почвы подвергли гонениям. Балагуда. Но он пошлет Мессию и сделает евреев властителями мира. Волынский аж. Никакие гонения не сокрушали еврейство и все лучшее сделанное будет сделано евреями. Но в сущности это один и тот же язык. И что бы ни надевал себе еврей ярмол, купейсы, лапсердак или цилиндры смокинг крайне ненавистнический фанатизм или атеизм и нетшианство беспросветную оскорбленностью брезгливостью гою свинья-собака гой-верблюд осел менструирующая женщина вот нечистая нисходящая ступенями по Талмуду или ловкую теорию о все человеке все боги все душе это все от ума и внешности а не от сердца и души. И потому каждый еврей ничем не связан со мной ни землей которую я люблю ни языком ни природой ни историей ни потом ни кровью ни любовью ни ненавистью. Потому что в еврейской крови зажигается ненависть только против врагов Израиля. Где-то это верно где-то нет в праве Куприн ошибаться или не в праве ни суду решать правильно? Ни суду ни правоохранителем так называемым решать мы ошибаемся в своих суждениях или не ошибаемся мы говорим мыслим на русском языке. Если мы все люди хозяева земли то еврей всегдашний гость он даже нет не гость а король о вимлях попавший чудом в грязный и черный участок при полиции что ему задело до того что рядом кричат и корчатся пьяные избиваемые рабы что ему задело до того что на окнах кутузки нет цветов и что люди ее наполняющие глупы грязны и злы и если придут другие чуждые ему люди хлопотать за него извиняясь перед ним жалеть о нем и освобождать его то разве король отнесется к ним с благодарностью королю лишь возвращают то что принадлежит ему по священному божественному праву со временем снова заняв и укрепив свой пяти тысячелетний трон он швырнет своим бывшим заступникам кошелек наполненный золотом но в свою столовую их не посадят оттого то и смешно что мы так искренне толкуем о еврейском равноправии и не только толкуем но часто отдаем жизнь за него ни умиления ни признательности ждать нам нечего от евреев так Николай Первый думая на веки осчастливить Пушкина произвел его в камер юнкеры но здесь опять перевирание потому что другого звания император не мог предоставить Пушкину а предоставил для того чтобы у него было хоть какое-то жалование и хоть какой-то статус чтобы он не был унижен величайший русский поэт так что здесь тоже проявляется такая вот нелюбовь к русской государственности идёт идёт еврей в Сион вечно идёт Конотопский цуриц идёт верой молитвой ритуалом страданием Волынский неизбежно душою бундом сионизмом и всегда ему кажется близким Сион вот сейчас за углом в ста шагах пусть ум Волынского даже и не верит в сионизм но каждая клеточка его тела стремится в Сион к чему же еврею по дороге в чужой стране строить дом украшать чужую землю цветами единяться в радостном общении с чужими людьми уважать чужой хлеб воду одежду обычай язык всё восток рад будет лучше светлее прекраснее там в Сионе и от того-то вечный странник еврей таким глубоким но почти бессознательным инстинктивным привитым пяти тысячелетней наследственностью стихийным кровным презрением презирает всё наше земное от того-то он так грязен физически от того во всем творческом у него работа второго сорта от того он опустошает так зверские леса от того он равнодушен к природе истории чужому языку от того-то хороший еврей прекрасен но только по-еврейски а плохой отвратителен но по-все человечески вот здесь по-моему очень точно говорится но если во времена Куприна наверное можно было обращать внимание в основном на евреев а может быть это было и ошибкой то сейчас мы видим вот то же самое вот эту духовную нечистоту которая уничтожает все вокруг и которому ничего не прекрасно ничего не прекрасно и ничего не жалко и поэтому все опустошается опустошается наша страна конечно не одними евреями их там ничтожное число но людьми которые восприняли нечто что тогда во времена великой русской литературы называлось жиды оттого то в своем странническом равнодушии к судьбам чужих народов еврей так часто бывает сводником торговцем живым товаром вором обманщиком провокатором шпионом оставляясь честным и чистым евреем вот мы и добрались до языка стало быть сейчас будет и очередь Чирикова и его правоты нельзя винить еврея за его презрительную надменную господскую обособленность за чуждый нам вкус и запах его души это не он не Волынский не Юшкевич не Малкин не Цадик а его 5000 лет истории у которой вообще даже ошибки логичны если еврей хочет полных гражданских прав хочет свободы жительства учения профессии исповедания веры хочет неприкосновенности дома и личности то не дать их ему величайшая подлость и всякое насилие над евреем насилие надо мной потому что всем сердцем я велю чтобы этого насилия не было велю во имя любви ко всему живущему к дереву к собаке к воде к земле к человеку к небу ибо моя пантеистическая любовь древнее на сотни тысяч лет и мудрее и истиннее еврейской исключительной любви к еврейскому народу и так дайте им ради Бога все что они просят и на что они имеют священное право человека если им нужна будет помощь поможем им не будем обижаться их королевским презрением и неблагодарностью наша мудрость древнее и неуязвимее вот здесь он точно прав стопроцентно прав Куприн великий но бездомный народ или рассеется и удобрит мировую кровь своей терпкой похуже кровью или будет естественно но не насильственно умерщвлен и есть одна только одна область в которой простителен самый узкий национализм он имеет ввиду конечно русский национализм в данном случае из контекста это понятно это область родного языка литературы ну вот в чем ошибается Куприн в том что он как бы готов отдать государству но не готов отдать язык мы русские националисты не готовы отдать никакому другому народу не евреям никакому другому народу наше государство оно сейчас захвачено другими Народами. Евреями? Наверное, тоже. Наверное, тоже слишком уж их много среди олигархов, таких скоро богатеев, которые так по миллиард долларов в год выкачивают из нашей страны. Наверное. Ну и другие там есть. Есть люди не с еврейскими фамилиями и не с еврейскими корнями. Но все это в одном и том же ключе. Вот Куприн ошибается в этом, но мы обратим внимание, он разного рода ошибки допускает с моей точки зрения. С чьей-то точки зрения, может быть, он и в этом прав, и во всем остальном прав, или прав в том, что я считаю неправым, и наоборот. А именно к ней, то есть к литературе, евреи вообще легко ко всему приспосабливающиеся относятся с величайшей небрежностью. Кто станет спорить об этом? Ведь никто, как они, внесли и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно сокращенных, нелепых и противных слов. Они создали теперешенную ужасную по языку нелегальную литературу и социал-демократическую брошурятину. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они же, начиная от свистуна, словечка Толстого Нардау, и кончая засранным Оскаром Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую и в ванную к писателям. Это гражданин-учитель с его фильмом «Матильда». Тоже в постель полез, теперь уже не к писателям, а к великим русским государям, к русским святым. «Мало ли чего они еще не наделали с русским словом. И наделали, и делают не со зла, не нарочно, а из-за тех же естественных, глубоких свойств своей племенной души, презрения, небрежности, торопливости. Ради Бога, избранный народ, идите в генералы, инженеры, ученые, доктора, адвокаты, куда хотите, но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который даже от нас, вскорбленных им, требует теперь самого нежного, самого бережного и любовного отношения. А вы в попыхах его нам вывихнули и даже сами этого не заметили, стремясь в свой сион. Вы его обоссали, потому что вечно переезжаете на другую квартиру и у вас нет ни времени, ни охоты, ни уважения для того, чтобы поправить свою ошибку. И так, именно так думаем в душе все мы, не истина, а просто русские люди. Но никто не решится и не решается сказать громко об этом. И это будет продолжаться до тех пор, пока евреи не получат самых широких льгот. Ну вот получилось, что льготы-то они получили, полное равноправие и даже серьезные преимущества в путинской России, ну, самый привилегированный народ, это вот евреи и чеченцы, получили. И что, и что, пока они не получат, это будет продолжаться, продолжается и после этого. Не одна трусость перед жидовским галдением и перед жидовским мщением, сейчас же попадаешь в провокаторы, останавливает нас, но также боязнь сыграть в руку правительству. О, оно делает громадную ошибку против своих же интересов, гоня и притесняя евреев ту же самую ошибку, которую оно делает, когда запрещает посредственный роман, и тем создает ему шум, а автору лаврогения и мученика. Мысль Черикова ясна и верна, но как ни глубока и не смела. Оттого она и попала в лужу мелких личных щитов, вместо того, чтобы зажечься большим и страстным огнем. И проницательные жиды мгновенно поняли это и заключили Черикова в банку авторской зависти. И Черику оттуда не выбраться. Они сделали врага смешным. А произошло именно от того, что Чериков не укусил, а послюнил. И мне очень жаль, что так неудачно и жалко вышло сам Чериков, талантливейший из всех евреев вместе, Аша, Волынского, Дымова, Федорова, Ашкиназии, Шолом-Алейхова, потому что иногда от него пахнет и землей, и травой, а от них всего лишь жидом. А он и себя посадил и дал в случае жидам лишний раз заявить, что каждый из них не только знаток русской литературы и русской критики, но и русский писатель, но что нам об их литературе нельзя и судить. Эх, писатели, вы бы паразиты на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе вслух свои верши и оставили бы совсем-совсем русскую литературу. А то они привязались к русской литературе, как иногда к широкому, умному, щедрому, нежному, душой, но чересчур мягкосердечному человеку привяжется старая, истеричная, припадочная, Здесь пропуск Б, найденная на улице, но по привычке ставшая давней любовницей. И держится она около него воплями, угрозами скандала, угрозой отравиться, клеветой, шантажом, анонимными письмами, а главное, жалким зрелищем своей болезни, старости, изношенности. И самое верное средство – это дать ей однажды ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном положении. Целую, сие письмо, конечно, не для печати, не для кого, кроме тебя. Вот так Куприн изливает, можно сказать, в дружеской переписке свое понимание ситуации в русской литературе. Но мы то же самое понимание имеем о русской государственности. Вот сегодня, теперь, и в те времена, во времена Куприна, ну вряд ли что-то было существенно иначе. Ну, разве что интенсивность вот этого перерождения государственности, которая приводит к тому, что теперь сажают за слово жить, сажают в тюрьму, и фактически запрещают нам говорить на русском языке. Разницы особой не было, но сейчас как-то все тогда-то государство было русское, Российская империя, А теперь государства вообще нет ни русского, ни нерусского, а есть просто какая-то шайка захвативших власть, лиц, которые навязывают нам какой-то норматив мировоззренческий через норматив языковой. Мы не можем иначе, и мы будем говорить на том языке, который нам Бог дал. Будем говорить на языке Пушкина, Тургенева, Достоевского, Куприна. И те смыслы, которые заложены в их рассуждениях, конечно же, и мы будем обсуждать. Но нам сейчас не дано это обсуждать публично или дано, но не всем. Вот кто проявляет особую активность, в особенности политическую активность тому, это запрещено. Это запрещено, конечно, никакими законами это не обусловлено, обусловлено только и чистым произволом. Статья 282-я, антиконституционное действие. И даже если ее понимать в конституционном плане, то тогда антиконституционные все следственные действия, все эти безобразные экспертизы, которые я постоянно читаю, и приговоры суда, с которыми я знакомлюсь. Теперь вот сейчас прочел очередной приговор суда по Владимиру Ковачкову, экспертизу, которая предопределила этот приговор, и вижу, что это полнейшее безобразие. Полнейшее безобразие. Это геноцид, это идеологический, лингвистический геноцид русского народа, русских мыслителей, русской публицистики и русской мысли в целом. Мы, конечно, от этой мысли не откажемся. Мы, конечно, будем употреблять те слова, которые есть в русской литературе и в русской мысли. Но мы должны констатировать, что, во-первых, слово «жид» является русской литературной нормой. Она предполагает публикации, то есть открытое предоставление этих текстов, которые можно анализировать, обсуждать. А уж обсуждать, исключая какие-то слова, абсолютно невозможно. Поэтому мы, если мы русские люди, мы обладаем полным правом говорить на своем языке, изъясняться именно в тех терминах, в которых мыслили великие русские писатели. В чем-то они были правы, в чем-то они не правы. Но для того, чтобы обсуждать правоту или не правоту, мы должны и можем использовать русскую литературную норму. Можно более подробно обсудить вот каждую детальку этой проблемы. Является ли слово «жид» литературной нормой и всей его производной, и в каких контекстах происходит переход за пределы нормы. Я утверждаю, что ни в одном контексте это слово не переступает русской литературной норме. Ни в одном контексте. Можно это доказать конкретно на примерах, которые связаны с безобразными приговорами этой карательной судебной системы, на основе карательной экспертизы, на основе доносов разного рода. Можно доказать, но кому мы доказываем? Кому мы можем это доказать? Только человеку русскому, который мыслит по-русски. Может быть, он всех этих подробностей, о которых я рассказал, не знает. Но он мыслит по-русски у него так же, как у еврея есть нечто в крови, нечто то, что идет от его рода, так же и у русских есть нечто в крови. Понимание. Есть понимание того, что значат те или иные слова и те или иные умозаключения, мысли или теории. Когда нам говорят, что это есть экстремизм, то на самом деле это утверждение является призывом к геноциду русского народа. А реализация этого геноцида происходит не только в том, что захвачена власть людьми совершенно, не имеющими никакой связи с русским народом, а потом и не понимающим того языка, на котором мы разговариваем. Это захват всей правоохранительной системы такими же людьми, которым невозможно ничего доказать. Они слабо образованы, они не читали великой русской литературы, они не знают религиозно-нравственной проблематики, которая в тех фрагментах, которые я цитировал, отражена. Конечно, не в полной мере, потому что есть еще и философская литература, где также есть соответствующая терминология. И в русской мысли невозможно пройти мимо противостояния христианства и иудаизма. Это противостояние более чем жестокое. Противостояние русских и евреев как двух народов, которые противостояли в гражданской войне. С одной стороны были, как их называли в Белой гвардии, противники. Жиды и комиссары. Точно так же это противостояние было. Потом был интернационал. И было запрещено какое-либо противостояние и вообще осмысление какой-либо проблематики. Тогда русская литература, вот с ней происходило то, о чем писал Куприн, о чем писал Достоевский. Она стала советской литературой. Она потеряла вот тот вкус Золотого века, 19 века, когда действительно русский язык стал литературным, мировым и общедоступным. В 20 веке русские люди стали читать в массовом масштабе русскую литературу. И поэтому все эти слова они знали. Но они не могли их высказывать, потому что русская мысль была задавлена. Вместо нее был вот этот марксистский раввинистический бред, я бы сказал так, исходящий от Маркса и подхваченный людьми окружением Ленина, Сталина и так далее. Весь этот идеологический пресс он как бы задавил и спрятал ту русскую терминологию, на которой, или тот русский язык, на котором мы осмысляли действительность. Вроде бы коммунистический пресс снят, и мы снова вроде бы, как это по конституции даже ельцинской, получили право говорить по-русски. Но теперь оказывается милостью Путина, всей его группировки и посаженным их на судейские места невежд, мы на русском языке, оказывается, говорить не можем. И отсюда возникает вот эта репрессивная работа машины, которая поручена искать экстремизм, находить. А как его находить? Есть политический маркер, который идет от большевиков, которые не в полной мере, не целиком состояли из евреев. Но туда влилась организация бунт, и первое ленинское правительство было практически сплошь еврейским. Это исторический факт, и публицистика была практически сплошь еврейская, либеральная публицистика накануне разрушения империи. Все это известно, это опубликованные факты, но мы не можем их обсуждать, потому что евреи обидятся. А мы, русские, не умеем обижаться. То есть у нас не бывает никаких обид. То, что нам на горло наступили сапогом и не позволяют нам изъясняться по-русски, мы на это обижаться как-то не должны. Разве так? Конечно, не так. Конечно, не так. Мы должны мыслить по-русски, мы должны писать, общаться по-русски и публиковаться по-русски. Но сейчас в целях самосохранения, конечно, не рекомендуется публиковать что-то уже настолько откровенное в духе Куприна. Ну, потом еще, знаете, надо обладать таким писательским талантом. Когда я читал, как смог я не артист, не могу так прочитать, чтобы это было блестяще. Но я думаю, всякий почувствует стилистику русского языка, насколько она фантастически разнообразна и богата оттенками и насыщена смыслами. Дойти до этого уровня крайне сложно. Если вы на этом уровне пишете, ну, тогда можно проклясть все запреты, и это будет явление великого русского писателя. Тогда ничего не страшно. Тогда и в тюрьме можно писать выдающиеся литературные произведения. Но если вы пока еще сами с русским языком не очень-то дружите, если пока вы говорите на языке подворотни, если вы еще не освоили русской культуры и не освоили русскую литературу в той мере, чтобы стать подлинно образованным русским человеком, пожалуйста, не подставляйте себя под репрессии. Ну, в какой-то мере я себя подставляю тем, что я цитирую. Но за мной стоят тексты русских писателей, великих русских писателей. И я их просто цитирую и задаю вопросы. А где они неправы? Ну, пусть отвечают те, кто захочет написать на меня донос. Правы, неправы? Это вопрос дискуссионный. Кто прав, кто неправ в великой русской литературе. Вопрос литературоведения, идеологии, мировоззрения и так далее. Но не вопрос суда. Хотя на меня доносы писали просто так, потому что хотелось. Наверное, еще напишут. Если все время бояться, наверное, тогда и жить невозможно. Поэтому я решил провести такое исследование. Является ли слово «жит» и слова с таким же корнем русской литературной нормой? Я утверждаю, является. Кто-то скажет, не является. Доказывайте. Я все, что смог, сделал в порядке доказательства. Я привел соответствующие цитаты. Вы попробуйте доказать иное. Хотите, чтобы суд нас рассудил? Ну, тогда придется вам написать донос и остаться доносчиком, иудой на все последующие времена. И распределиться в соответствии с христианским догматом туда, к чертям, к иуде, к христопродавцам, изменникам и подлецам всех свойств. А мы, русские люди, должны продолжать свое дело освобождения. Это долг наших поколений. Освободить русскую литературу, русский язык, русское государство от всей нечисти, которая набежала и захватила это, присвоила, изворотила, искалечила и мешает нам быть русскими людьми. Поэтому мы говорим «Россия, русскую власть!» Тем и спасемся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова